Современному молодому человеку даже в небольшом городе есть где отдохнуть. Хочешь идти на дискотеку, в кинотеатр или в кафе. А как быть пожилым людям? Смотреть очередной сериал? Конечно, нет. Особенно, если появляется редкая возможность посетить вечер танцев. У людей, скажем так, зрелого возраста появилась одушина. Возможность провести время по-настоящему интересно и весело. В Доме культуры города Видное прошел вечер кому-за. Я хочу сказать, что я 5 лет уже на пенсии. И моя жизнь, я только жду, когда будут танцы для тех, кому за. Потому что я их жду, жду. И жду. Пришедшие навстречу отдохнули от забот, повседневных будней, окунулись в атмосферу веселья и праздника. Для гостей пели и танцевали участники коллектива в ДК. Они же подготовили интересную конкурсно-развлекательную программу. Все отнеслись к ней с особым азартом. К примеру, бабушка Валя показала мастер-класс, как ловко можно переворачивать блины, даже на бадминтонной ракетке. Подобные вечера очень нужны пожилым людям, так как вносят разнообразие в размеренный ритм жизни пенсионеров. Многие здесь находят новых друзей. Познакомились друг с другом и ходим даже теперь друг к другу в гости. А вообще все здесь уже знаем друг друга, все дружны. Коллектив очень приятный. Женщины приглашали друг друга на танец. И лишь изредка можно было увидеть вальсирующую пару, которую вел мужчина. Но все ждали энергичных танцев. Цыганочка с выходом, заводная кадриль, а потом уж и Верка сердючка. Вы плясывали пенсионеры так активно, что казалось, что здесь проводят молодежную дискотеку. Мы зываем про старость, про все, и здесь молодеем. Два часа мы молодые. Нам очень нравится. В нашем возрасте это прям, не знаю, отдушина какая-то. Вечер ретро-танцев быстро подошел к концу. Но он подарил людям огромный заряд позитива. Мы уходим отсюда, но помолодевшие мы порхаем, как бабочки. Бабочки в моем животе – это любовь моя.